Я буду сегодня рассказывать две немножко несвязанные темы. В заглавие вышла только одна. Я хочу поговорить о релаксации клави частиц в сверхпроводниках, потому что это касается моих предыдущих исследований. Там был некоторый нерешенный вопрос касаемо разбаланса электронов и дырок в сверхпроводниках под воздействием переменного поля при наличии мальбитных примесей. Мне кажется, этот вопрос закрыт. С каким знакомым мы его знаем в вопросе доклада. Ну и вторая часть. Я нарисовал несколько простых слайдов по поводу термоэффекта. Вы увидите какие-то такие детские формулы, что говорит наша школьная теория, что же там должно быть именно в СН-кольце. Обычно смотрят нормальное биметаллическое кольцо, но то, что это совсем стандартная ситуация. Ну, в книжках поумнее мы знаем, что нужно ожидать в сверхпроводящих кольцах. Ну а вот когда один сверхпроводник, один нормальный биметал, там никакого усложнения нет. Но чтобы прям вот люди посмотрели, а что же там должно быть, ну я такого не знаю. Ну, пришлось сделать. Ну и сначала мне хочется все-таки первой части. Это релаксация квазичастиц в сверхпроводниках. Я ее описываю в рамках управления Узоделя. Ну и, собственно, все взаимодействия садятся вот в эти собственные личные части, которые описывают взаимодействие электронов с фанонами, с внешним электромагнитным полем, ну и с примесями, если они есть. Ну и, соответственно, характер релаксации определяется в зависимости вот этих собственных личных частей. Ну и я хочу так быстренько, коротко показать, что это такое. Ну вот, скажем, в случае электрон-фанонного взаимодействия, это вот, что очень важно, это запаздывающее взаимодействие, потому что это неупругое. То есть тут связывают разные энергии, тут испускается фанон с энергией, эписел минус эписел штрих. Ну и это вот поэтому приводит к такой достаточно сложной структуре. ну и для простоты, так как вот в тех экспериментах, которые имеются в виду, там размеры образца очень маленькие, и это все лежит на подложке, поэтому, конечно же, всегда можно считать, что фанонная подсистема, потому что она связана, конечно, с подложкой, всегда находится в тепловом равновесии. Поэтому будет всегда предполагаться, что фанонная система находится в равновесии. Ну, это мы разобрались с фанонами, что будет, если есть внешнее переменное поле. Тогда нужно там, вот в районе из-за дези добавить, такое слагаемое, где, собственно, этот векторный потенциал, ну, в случае гармонического переменного поля, ну, можно выразить через яйца на омега на косминус. Ну, контакт, например, его зависимость, ну, где вот это E, это, собственно, E в квадрате даст интенсивность внешнего поля. Ну, у нас эта частота достаточно большая, и поэтому, если интенсивность поля достаточно мала, то вот эту вот эффективную, собственно, эту часть можно усреднить по времени, вот по этим тестерам осцилляции. И тогда получается, ну, немножко проще, и видно, что здесь входят гериновские функции, ну, или там, функции распределения, можно для простоты думать от сдвинутых частот. Ну, это и понятно, это соответствует поглощению электронам кванта электромагнитного поля и испускаем. Ну, и магнитные примеси, уж не буду я вдаваться в подобности к чему и как, описываются вот таким вкладом, собственно, и исключают, где пропорциональность концентрации примесей, ну, и у 1, у 2 некоторые параметры взаимодействия с примесей. Ну, и нужно теперь, что? Мы хотим узнать какую-то релаксацию, нужно написать кинетическое уравнение. В сфер правильника удобно вести две функции распределения. HL, ну, HL можно так понимать, как, условно говоря, описывать число возбуждений, так очень грубо. Но меня больше интересуют функции распределения HT, она, собственно, и говорит о том, есть у нас разбаланс в сверхпроводнике или нет. То есть если HT отлично от нуля, значит, у нас есть разбаланс. Она показывает отличие числа электронных и дырочных возбуждений. Ну, на основе там уравнения Зоделя можно вывести кинетическое уравнение, но здесь ставят градиенты. Если мы для простоты будем смотреть пространственно-однородную ситуацию, туда можно вот эти все градиенты выкинуть, и вот то, что синим остается, это фактически интеграл столкновений. И мы сюда должны подставить разные сигмы, и это даст интеграл столкновений с фанонами, с внешним электромагнитным полем и с примесями. Ну, и сложив все это вместе, у нас получится кинетическое уравнение. Ну, и давайте двигаться последовательно. Ну, вообще говоря, если мы возьмем те мои формулы, которые были выписаны, и поставим туда, ничего не получится. Ну, получится какой-то крокодил, который совсем не похож на кинетическое уравнение, и вообще непонятно, что делать, и вообще непонятно, чем это нам помогает. Но, к счастью, и это связано вот с чем. Дело в том, что вот, если вот учитывать в том приближении или в том фанонном взаимодействии, то у нас там есть эффекты запаздывания, поэтому параметр порядка, то, что у нас в сверхповоднике, мы считаем просто числом, там, энергетической щелью, здесь приобретает зависимость от энергии, ну, и непонятно, что с этим сделать. Но штука в том, что эта зависимость от энергии, она характерный масштаб, эта зависимость от дебаевская частота. Если нас интересуют частоты порядка самой дельты, то этой зависимостью можно пренебречь, и тогда мы приходим к стандартному, бакашевскому, как бы, описанию. Но при этом не все надо выкидывать. Надо все-таки как-то растения на фанонах оставить. И это дает вот этот вот такой вот вклад, где вот этот д2 штриха, условно говоря, плотность фаномных состояний. Сколько фаномов вот с такой энергией. Ну, это некоторый коэффициент, который зависит от эписян на эписян штрих. Зависимость от эписян на эписян штрих, ну, это там факторы пигерентности там спрятаны. Они вот так выражают пигерентские функции. Это нас не интересует. То есть это, конечно, важно, но какая это функция? А это, что важно здесь в квадратных скобках, это, ну, в таком довольно необычном виде, на самом деле, как в книжках написано электрон-фаномный интеграл соприкновений, просто он в каких-нибудь не очень приличных обозначениях. Но что важно, что это описывает релаксацию. То есть стремление функции распределения к равновесию. То есть если мы сюда поставим равновесную функцию распределения, то получится вот этот скобка обратиться в ноль. У нас есть накачка. Накачка описывается в слагаемом пропорциональном поле E в квадрате. Ну и вот здесь, соответственно, разность числа частиц в состоянии с эйпсиона и с эйпсиона плюс ом. Ну и что мы вот из этого уравнения должны понять? Что релаксация на фанонах на самом деле очень медленная. Ну при достаточно низких температурах. Это вот обратная релаксация, там, Т в кубе. И поэтому даже, видите, у нас надо сравнивать релаксацию на фанонах с интенсивностью внешнего поля. Если мы можем сделать релаксацию на фанонах достаточно медленной. И тогда получается, что у нас одна частица, один электрон захватит много квантов. Он не успеет отрелаксировать. Он поймает один квант, потом поймает второй. И поэтому даже очень слабое поле, слабой интенсивности, может накачать огромную сильную неравновесную функцию распределения. Из-за вот этой вот малости. И это очень важно, потому что фактически у нас задача очень маленькая, интенсивность внешнего поля. Но благодаря тому, что ее надо сравнивать с электронно-фанонной релаксацией, у нас пропадает этот малый параметр. У нас функция распределения, несмотря на очень маленькое воздействие, становится очень сильно неравновесным. С этим мы разобрались. С этой функцией HL определяется этим уравнением. Но теперь нам нужно понять, а что же будет с функцией HT? Во-первых, я хочу вас просто убедить, что это действительно описывает разбаланс между электронными дырками. Ну или другими словами, это как бы напряжение, которое электрический вольтаж, двиг химического потенциала, который появляется в серпроводнике, он выражается через функции HT, умножается просто на плотность состояния. И если написать хинетическое уравнение для HT, скажем, в присутствии магнитных примесей, то здесь появляется опять слагаемая пропорциональ Е в квадрате, опять это описывает накачку, а здесь релаксация. Для простоты я вот написал, что здесь релаксация на магнитных примесях. На самом деле, если магнитных примесей нет, то сюда надо писать электрон-фанонный механизм релаксации. Ну будем считать, что они есть. Одновременно теоретически их учитывать нельзя. Есть на это причины. Дело в том, что в присутствии магнитных примесей энергии частицы оказывается, и ширина состояния этого оказывается одного порядка величины, то есть это такие странные возбуждения. И хорошо описывать в рамках генетического уравнения вот неупругие процессы для таких частиц, в общем, непонятно так. Поэтому нужно, удается сделать описание в двух предельных случаях, когда преобладает электрон-фанонная релаксация или релаксация на магнитных примесей. Что это такое за релаксация физически? Надо просто понимать, откуда она в таком простом виде появилась, просто пропорционально ht. Дело в том, что рассеяние магнитных примесей, вот если мы возьмем, давайте возьмем обычные примеси, кинем на его электрон сверхпроводящий, ну то есть как бы поистичное возбуждение сверхпроводящий, то он рассеется просто каким-то углом и полетит дальше. Если это падал электрон, то рассеется в виде электрона, а дырка рассеется в виде дырки. Там видите, при рассеянии никакой релаксации не происходит. А магнитные примеси, она разрушает сверхпроводящую когерентность. Поэтому электрон, падающий на магнитную примесь, он рассеивается в виде суперпозиции электронной дырки. И поэтому у нас при наличии магнитных примесей электронные дырочные состояния начинают разговаривать двух с другом, перераспределяться. Ну и равновес итогом будет в полное равенство электронных и дырочных состояний. Поэтому магнитные примеси эффективно приводят в спин-орбиту. Ну может быть, вот так я не скажу сколько. Ну вот здесь другая модель, если бы, если бы, то не то. Ну там, наверное. Ну вот. Но вы видите, что... Сейчас я размотрю на следующий слайд. Да. Давайте какую-нибудь простую картинку. Что происходит, когда электромагнитное поле падает на сердцепроводник? Мы можем возбудить электрон под щелью, с такой полупроводниковой моделью. И он перекинется сюда. Мы видим, что число электронов и число дырок сохранится. Вот их не было. Вот он возбудился, получился один электрон, один дырка. Никакого чарджиум баланса не появилось. То же самое, если мы возбуждаем электрон отсюда. Как был один электрон, он перескочил сюда, так один остался. Но это известный факт, что внешнее поле переменное в сверхпроводнике не приводит к никакому разбалансу. А вы все рассматривали поглощение кванта тем, что пара разбивается? А ну, вот пара разбивается. Как я понимаю, это вот этот процесс. Можно сказать, что вот здесь была пара. Один полетел сюда, другой полетел сюда. Ну, это можно... Там все нарисовано, как будто электрон-электрон, или дырка-электрон, но из середины. Можно сказать... Нет, ну почему? В принципе, может разбиться куперовская пара, но может... А, вывод про этот процесс, да? Она плавает точно на ферби поверхности. Ну, это выводы не меняет. Поэтому это вот есть известный факт, что внешнее переменное поле не производит чарджи Белса. И, собственно, это видно здесь. Мы видим, что ht равное нулю, есть решение этого уравнения. Это, собственно, отражение вот этой вот простой картинки. Но я вот рассказывал уже несколько раз, что вот если есть магнитные примеси, то все-таки разбаланс появляется. Но разбаланс появляется при наличии, при учете поправок к этим уравнениям Узаделя. Ну вот они были вот в таком вот виде, их можно записать. И посмотреть, как вот эта вот дополнительная, собственно, пересечет связана с поправками. Каким изменением, каким дополнительным слагаемым приведет она к кинетическому уравнению. Ну, оказывается, что вот уравнения на HL никаких таких существенных поправок не будет. Конечно, они будут, но они будут по структуре теми же самыми, но только с еще маленьким коэффициентом перед ним. Поэтому их можно просто выкинуть, и никакой физики новой не появится. А вот в уравнении на HT появится новая физика. И она состоит в том, что вот эта слагаемая, описывающая релаксацию, и вот появляется новая слагаемая, пропорционаря опять интенсивности поля. И видно, что, видите, здесь HT, а здесь HL. Поэтому уже вот эти две функции распределения начинают говорить. А в равновитии HL отлично от нуля. Ну, это фермерская функция распределения. И поэтому мы видим, что при наличии магнитных принцессов, учетом вот этого поправочного слага, появляется некоторое ненулевое значение HT, некоторый разбаланс. Ну, надо просто вот это перенести в правую часть. Мы видим, что HT принимает какое-то отличное от нуля значение. Но мы видим, что физика релаксации charging balance совсем другая, чем релаксации функции HL. Дело в том, что вот это вот слагаемое, как я уже объяснял, происходит благодаря магнитным примесям, и оно, грубо, можно сказать, пропорционально концентрации магнитных примесей. И вот это слагаемое тоже появляется только благодаря магнитным примесям, поэтому тоже, грубо, можно сказать, пропорционально концентрации магнитных примесей. И тут получается такой неприятный эффект, что мы хотим побольше чарджем баланса, увеличим концентрацию примесей и с этим же увеличим релаксацию. Поэтому вот эта функция распределения HT, она всегда будет содержать малость пропорциональную интенсивности внешнего поля. И поэтому у нас получается вот такая вот ситуация, что функция HL, она в принципе может сильно отличаться от своего равновесного значения. Потому что релаксация определяется фанонами, она может быть очень малой, что приводит к огромному, сильно неравновесному распределению функции HL. А HT всегда будет пропорционально интенсивности поля. И поэтому у нас теперь вопрос, но зато сразу в сверхпроводнике. У нас вопрос, насколько мы можем эффективно превратить это в напряжение на контакте. Это мы можем превратить в напряжение на контакте, просто используя барьер с прозрачностью, зависящий от энергии. А здесь ничего не нужно, надо просто сделать любой барьер. И вопрос, что эффективнее? Ну вот, собственно, предыдущий воркшоп закончился тем, что вот этот склад оказался очень мало для тех параметров, которые касаются разрабатываемым баллометром. Но было непонятно, почему. Почему мы сделали charge and balance, а он мало. Он мало потому, что оказывается, что сильная неравновесность HL, она просто дает больше эффект, чем возможность сделать charge and balance прямо в сверхпроводнике. То есть она, оказывается, мала из-за того, что здесь содержится интенсивность поля, которая мала для микроволнового излучения, а здесь фактически от этого мало параметра пропадает. Но чтобы это понять, надо было посмотреть, чего не было до этого, надо было посмотреть, как там устроена релаксация, как там неупругие процессы, важны они или не важны, чтобы понять, какие же там на самом деле времена стоят. Ну вот с этим, насколько я понимаю, пуском я расправился. И теперь хочу коротко рассказать о SN-кольце, два спая которого нагреты до разной температуры. Театр и Б. Ну, нам что нужно сделать, если не вдаваться в микроскопику, а пытаться построить какую-то простую феноменологию, мы должны написать, собственно, чему равен ток справа, слева и понять, как нам надо это сшить. Ну, в сверху рульнике мы знаем, есть сверхток плюс некий термо-ток. Ну, где там ЖС, там определяет через доктор потенциалов, нам на самом деле сейчас не важно. В нормальной металле, ну, это мы знаем, это анический вклад в ток плюс термо-ток, где Е это минус градиент напряжения. Ну, теперь нам надо как-то эти две формулы скрестить. Делать это следующим образом. Ну, понятно, что никакого падения напряжения через сверхпроводник быть не может. Поэтому напряжение здесь равно напряжению здесь. Но мы падение напряжения вдоль этого контура равно нулю, значит оно равно нулю вдоль этого контура. Поэтому, выражая Е из этого уравнения, интегрируя, надо это приравнять к нулю. Отсюда получается вот следующий статус на шее. А вот этот интеграл на самом деле есть просто пропорционально сопротивлению вот этого нормального плеча, кольца. Откуда получаем, что ток будет пропорционален вот такому интегралу, единица, деленная на сопротивление вот этого куска кольца, нормальная часть кольца. Ну, и вот термоэлектрический сцент, деленная на проводимость, интегрированная по температуре. Ну, и, соответственно, умножая на индуктивность, мы можем посчитать, чему равен термопоток. Ну, формула какая-то, хочется просто сейчас тебе показать, чему она теоретически соответствует. Можно рассмотреть три разных случая. Первый, который, он классический, поэтому я вообще не касаться не буду, это, ну, а, вы, наверное, формула эта была, уже, наверное, два раза сегодня показывалась, поток для сверхпроводящего биометаллического кольца. Вот меня больше интересно, что будет, если два нормальных металла. Ну, открываем любой учебник и видим, что поток в такой системе металлической, нормальной, будет равен вот такому выражению, где вот это Rn1, Rn2, там, соответственно, сопротивление двух разных вот этих вот металлических полуколец, ну, а это, соответственно, свойство вот этих, там, термоэлектрический коэффициент, соответствующий металла, и проводить. Чем отличаются вот эти две формулы, СН кольца и нормального кольца? Ну, видно, что если мы один из металлов в нормальном, вот это полностью нормальном кольце, заменим идеальным металлом с бесконечной проводимостью и ныльным сопротивлением, то одна формула перейдет в другую. Поэтому вот в данном случае, если рассматривать СН кольцо, то эффективно это получается так, что сверхпроводник выступает в роли идеального металла и должна так вот наивно, должен получаться вот такой ответ. Ну, у Виктора, как я понимаю, ответ сильно больше, поэтому, как, надо думать, но вот такая вот наивная оценка, как обычно, не работает. Спасибо за внимание.